Меня вдруг к чему-то потянуло. Я не говорю о том, потянуло покушать, попить то, что тело требует. Я говорю о том, что во мне вдруг возникают какие-то желания, какие-то стремления к чему-то, как-то, что-то. Я не знаю, откуда это во мне. Я вижу, что непреодолимо вдруг меня куда-то толкает. Каббала говорит о том, что в каждом из нас находится духовный ген, так называемый, свернутый в такую спиральку, которая все время развивается. И каждая информационная данная, которая в нас, или назовите его ген, в Каббале она называется решимо. И вот это решимо от слова ропшим, запись, она вдруг во мне возникает, в следующий момент следующее, в следующий момент следующее, и это определяет мое устремление. Пока эти решимо больше, чем желания тела, естественные животные, я устремляюсь вперед, я существую как человек. Когда тело начинает давить, а решимо начинает ослабляться по сравнению с телом, тогда жизнь во мне начинает угасать, пока я не умираю. То есть все, в принципе, устремления человека, они определяются вот этим духовным геном решимо. Этот ген толкает к сознательному высшему развитию. Чтобы стать равным окружающей вас природе в ваших свободных желаниях к богатству, к славе, власти, знаниям. Когда вы уравновесите себя полностью во всех ваших свободных желаниях, то тогда вы почувствуете себя в абсолютном комфорте, который называется мир бесконечности, вечности, совершенства. Он должен вас довести вот такого состояния. Это его задача. И он толкает вас на это, вызывая у вас различные желания. Соответственно, этим желанием с окружающим, постоянным полем вы находитесь во все большем неравновесии, ощущаете все больше дискомфорт, страдания, переживания, болезни. И все это проходит по вас до тех пор, пока вы не начинаете задаваться серьезным вопросом, вопросом этим и решать эту задачу. Пока вы неосознанно живете, вы все равно двигаетесь вперед своими страданиями. Как все человечество, как и вы в предыдущих своих реинкарнациях, гельгулим так называемых, на протяжении тысяч-тысяч лет. Вы развивались. Этот ген, который я нарисовал здесь, он не только на одну жизнь. То есть вот эта спиралька, она ваша постоянная, она ведет вас. Вот если я возьму тут мое я в состоянии А, так, и через состояние Б я иду к состоянию С, тоже я в своем конечном состоянии, то этот ген, это вот все мои вот эти вот состояния, по которым я прохожу. Он внутри меня, и мне от него никуда не деться. Я не буду баобабом, как там поется у Высоцкого, или там кошкой, или козлом. Я буду все время человеком и таким более-менее, то есть со своими этими данными основными, с которыми я и сегодня существую в данном кругообороте. А вот эти вот периоды – это наша жизнь. 70 лет, там еще 70 лет, примерно, и так далее. То есть в течение многих-многих жизней мы практически решаем, реализуем одну и ту же задачу. Мы ее реализуем неосознанно, в диком состоянии, в более осознанном состоянии, но неправильно мы ее реализуем в состоянии цивилизационном. Два – то, что прошли сегодня, до сегодняшнего момента. И начиная с сегодняшнего дня и далее, мы ее начинаем решать уже в состоянии зрелом. То есть мы уже начинаем отыскивать, осознательно отыскивать интегральное уравнение всего мироздания. Где я должен быть, с кем я сосуществую, кто на меня воздействует, почему, откуда на меня приходят такие несчастья. Это все уже такие целенаправленные воздействия от окружающей меня природы, от Творца. Почему они вдруг стали целенаправленными? Они были такими. Только вот этот мой ген, когда он был на предыдущих состояниях этих, на предыдущих, он был недостаточно развит, он недостаточно улавливал воздействие этого поля. Он его недостаточно расшифровывал. Он его расшифровывал, как маленький ребенок. Ему что-то даешь, ему нравится, он относится только к самой вещи, что ты ему дал. Далее он чувствует ласку, любовь. Далее он чувствует еще какие-то более внутренние отношения, более сложные взаимоотношения между ним и окружающим миром. То есть мы растем, мы растем из жизни в жизнь. И таким образом начинаем сегодня уже спрашивать о смысле своего существования. Это практически тот же вопрос о природе, окружающей нас. Кто она, почему таким образом нас создала и куда нас ведет? Так вот, нам надо раскрыть эту систему. Увидеть, что она не неживая, как нам кажется на сегодняшний день, может быть. Что на самом деле она пронизана огромными, высшими разумными силами. В физическом мире в нашем изначально мы находимся в состоянии страданий. Самый короткий путь их избежать – это немножко приподнять голову и найти цель, целенаправленность этих страданий. Почему я их испытываю? Почему они ко мне приходят? Зачем они? Кто мне их посылает? В принципе, это уже начинают задавать люди вопрос. Раньше они просто думали о страданиях, куда мне от них убежать? Сейчас они уже начинают более осознанно относиться к этому. Они видят уже в них какую-то методику, систему. И поэтому вопросы уже сегодня я принимаю людей, многих людей разговариваю, к мне обращаются. Сегодня человек уже спрашивает, почему мне это положено? Почему я вдруг начинаю быть вот таким вот несчастным? Чего требует от меня окружающий мир, природа, творец? Все страдания, они направлены только на то, чтобы человек задал этот вопрос. Следующий этап после задачи этого вопроса – попытаться найти на него ответ. То есть, да, эти страдания целенаправлены, они исходят из одного и того же источника, из этой силы, которая их желает, чтобы ты обратил на нее внимание. Или из нашего эгоизма, которым он управляет. Что это одно и то же, в принципе. Для того, чтобы ты понял, что ты в таком состоянии оставаться не можешь. Это является причиной всех страданий. Как быстро выйти из этого? Как только я начинаю понимать, что существует цель, что к этой цели все равно все должны идти. Я нахожусь сейчас далеко от этой цели. Но все, что на меня воздействует – это для того, чтобы меня к ней подтолкнуть по простому принципу обратной связи. Как только я начинаю понимать, что это взаимосвязано, это, в принципе, то, что спрашивает сегодня уже человек. Почему это исходит, где эта связь, где эта формула, по которой мне все время плохо? Почему я все время страдаю, не успеваю? Почему мне не везет? Как только он начинает искать эту формулу, вот это вот взаимоотношение между собой и кем-то управляющим его судьбой, это уже вопрос целевой. Если я для себя начинаю раскрывать эту цель, то есть я уже начинаю понимать, я нахожусь сейчас в этом состоянии – ноль, следующее состояние – один, два, три, четыре и так далее. Быть ближе к цели в следующем состоянии – на один порог выше, на одну ступеньку выше. Что это значит? Изменить себя каким образом, чтобы была более лучшая обратная связь? Она будет все равно корректирующей, но она меня скорректирует, и я пойму, что это целенаправленно. И еще раз, и еще раз. Как только человек начинает понимать, что воздействия на него – они для его блага, и он их начинает внутри себя правильно отрабатывать, а с помощью чего он находит вот это правильное взаимодействие между входом и выходом? Вот здесь-то нам и нужна наука каббала. Она нам, конечно, рассказывает о всем этом взаимодействии у меня и Творца, но самое главное для меня практически – это то, что она мне рассказывает, как я должен сопоставить вот этот вход, который идет на меня, и мой выход. Вход этот идет на меня с двух сторон. Творец действует на меня изнутри и снаружи. Изнутри он действует в меня, возбуждая решимод, и снаружи через общество окружающее. Таким образом, и снаружи он воздействует на меня, а я нахожусь посреди, между тем, что во мне внутри возникает, и между тем, что на меня наружу влияют. И все. Больше никак. Нету третьего. Творец действует, и поэтому его воздействие на нас, изнутри нас, через гены, через всевозможные процессы, которые в нас, и снаружи через общество. Поэтому мы и называем Творца природа. Потому что он воздействует таким образом на нас. Для нас, относительно нас, эти воздействия, это природные воздействия. Значит, если я начинаю видеть в этих природных воздействиях внутреннее намерение, вот это намерение я называю Творец. Не просто природа, которая действует и все. Получает куда-то удары, мне кажется, что бесполезно, неважно, ничего в этом нет, не знаю, как от этого удрать. Как только я начинаю задаваться вопросом через 10 тысяч лет своего развития, что, наверное, в этом есть какая-то методика. Не может быть, чтобы просто так на меня это сыпалось. Я поумнел, я начинаю видеть в этом во всем методичность. Я уже начинаю спрашивать не о природе, я начинаю спрашивать о Творце, который внутри всего этого сидит и управляет. И вот тут-то возникает у меня уже потребность в кабале. Поэтому в наше время и начинает раскрываться эта наука всему человечеству. А раньше человечество этого не требовало, поэтому наука называлась тайной. Каббалисты не хотели ее раскрывать, чтобы заранее не стращать и не путать людей. А сейчас, когда мне надо точно узнать вот эту кибернетическую систему, работающую внутри меня, по обратной отрицательной связи, для этого мне нужна каббала. Так я к этому пришел, что занимался на факультете биологической и медицинской кибернетики, взаимодействии, внутреннее развитие биологических систем с помощью вот таких вот саморегуляций. И пришел к выводу, что эта саморегуляция обязана быть в общей природе. Только как ее отыскать, как найти? Иначе общая природа, она не живой организм. Как же это может быть, если все в ней взаимосвязано, взаимодействует так? А если это живой организм, он взаимосвязан, значит, и человек является в ней интегральной частью. А он является этой интегральной частью или нет? Если в нем есть свободное желание, и он правильно его реализует интегрально, значит, он внутри находится этой системы, значит, должен чувствовать себя комфортно. Если он неправильно реализует свою свободную часть, значит, он будет страдать в мере отсутствия этой реализации. Значит, система будет на него воздействовать с отрицательной обратной связью, чтобы его скорректировать. Вот это меня привело к Кабале 30 лет назад. И я не вижу никаких противоречий в том, что я изучал эти 30 лет последних в Кабале и тем, чем занимается теория биорегулятора, допустим. Как только я начинаю понимать, что все воздействия на меня целенаправленные, страдания прекращаются. Я могу привести пример с тем, как я пережил там несколько операций. Было очень неприятное дорожное происшествие, после которого я был в отключенном состоянии где-то неделю, и после этого меня восстанавливали. И в процессе восстановления меня еще несколько раз оперировали. Через два месяца, еще там и так далее. И я помню, с каким наслаждением я ехал на операцию. Потому что у меня была проблема с легкими, были разбиты там, ну все, заполнены кровью и так далее. И пришло двое специалистов. Сказали, у тебя нет никакой другой возможности, только мы тебя должны приоперировать и очистить там определенные ткани от засохшей крови и так далее. Я страдал все эти несколько месяцев, и все думали, что каким-то образом это пройдет. Когда ко мне пришли специалисты, это мне объяснили, что мои страдания, они имеют какую-то четкую причину. И вместе с той причиной они у меня указали на решение этой проблемы и на достижение цели здоровья. Я приобрел просто надежду. И когда меня везли на эту операцию, человек не рад операции, правильно? Отключка, наркоз, что знает, то да сей. Организм сопротивляется таким вещам. Я ехал с удовольствием, что наконец-то я от этого избавлюсь. То есть, если есть впереди большая цель, она подавляет трудности достижения ее. Мы знаем, что во имя большой цели я готов трудиться тяжело, я готов жертвовать чем-то. И меня эта цель ведет вперед. Я рад, что она у меня есть. Поэтому человек сразу же прекращает испытывать страдания, как только он начинает видеть перед собой цель, которую он с помощью их может достигнуть. Он рад страданиям этим. Он их уже называет не страдания, а подсказка, коррекция, призыв, зов, направление, но не страдания. То есть, он уже видит в них, как его подправляют. Не так делай, так делай, спокойненько. Вот сюда направься. Он начинает видеть в них любовь. И поэтому на этом кончается, как только он начинает изучать науку каббала практически, ну, пока адаптируется немножко к ней, и входит в это вот понимание обратной связи, он сразу же начинает ощущать себя взаимодействующим с Творцом, постигающим высший вечный мир, входящим в другое совершенно взаимоотношение с природой. То есть, я нахожусь уже в состоянии вечного поиска, вечного восхождения. И все эти сигналы, которые по мне проходят, они являются помощью для меня, коррекцией для меня, подсказкой. И никоим образом не испытываются, как страдания. Значит, нам надо просто узнать, желательно поскорее узнать, что же это за сила, какими свойствами она обладает, каким образом мы достигаем с ней равновесия, как нам надо реализовать наши внутренние данные, чтобы они были в соответствии с окружающей природой. Достичь, в принципе, того, что желает достичь инстинктивно любой живой организм. Равновесие с окружающим миром. Здесь нет ничего противоестественного. Наоборот, здесь равновесие, которое должен достичь человек на своем наивысшем уровне, на котором он называется человек, над животным своим уровнем. И это дано ему лично свободно. Что нам это дает? Чем отличается состояние С от состояния А? Оно остается тем же, только здесь мы существуем сознательно. То есть мы при этом начинаем ощущать себя существующими, не как эмбрион, а существующими, как взрослый человек, в окружающем нас бесконечном мире. И себя в соответствии с этим ощущаем бесконечными. То есть вот эти свободные желания, которые в нас есть, если мы их правильно сопоставим по природе, то мы внутри этих свободных желаний становимся вечным человеком, каждый из нас. Вот это и желает достичь Творец, создавая в нас вот эти желания, не решим от.